Мы приехали на Левашовское мемориальное кладбище. Это место повребения расстрелянных в Ленинграде во время Сталинских депрессий в 1937-1953 годах. Ну и кого красная власть расстреливала? Давайте посмотрим. Доблестные коммунисты. Расстрелянным участником Великой войны 14-18 года. Сотрудником завода «Двигатель». Физику-теоретику Бронштейну. Поляков, католиков, псковичей. Поэту Корнилову. Протеерею. Насельницам. Ингерманланцам. Натышам. Эстонцам. Немцам в России. Адвентистам. Равинам. Осирийцам. Поэту Николаю Олейникову. Кронштадтцам. Татарам. Украинцам. Итальянцам. Норвежцам. Литовцам. Евреям. Вознесенскому. Ну что. Вот такая она. Красная ваша власть. Редакция книг памяти. Ленинградский мартиролог. 13 томов. Помянуты более 50 тысяч репрессированных. Скажите. Красная власть за кого покаялась из этих более 50 тысяч? Кто спросил с нее? Оттого и происходит у нас сегодня в стране все то, что до сих пор власть не покаялась за содеянное ей в те годы. Да и сейчас вряд ли покаяться. Поминальный колокол. Долгие годы и даже десятилетия о расстрелянных, замученных здесь людях просто молчали. Место было просто огорожено забором. Почему так происходило? Потому что никто не хотел брать ответственность за геноцид над собственным народом. Кстати, не только своего народа. Здесь были замучены, расстреляны очень многие представители других национальностей. Вначале никому не хотелось брать ответственность лично на себя. А потом не хотелось слышать, что их деды и отцы совершали эти преступления, лишая жизни десятки тысяч людей. И так как никто не понес личную ответственность за смерть этих людей, то решили хотя бы обозначить место их гибели. Вот так ходилось это мемориальное кладбище. Если присмотритесь, то под каждым деревом обозначен человек. Уничтожены, репрессированы люди, у которых красная власть отняла самая дорогая жизнь их и жизни их близких, родных людей. Есть ли прощение? И вон туда, вон за горизонт все уходят. Более 50 тысяч человек. Есть ли этому прощение? Вон там. Вон там. Продолжение следует... Продолжение следует... Как можно относиться к такой власти? Закрыть на это глаза, забыть, простить, сказать, что все это было нечаянно. Вы понимаете, это как-то... Время такое было? Нет, это не время такое было. Это власть и ее преступная идеология, которая обрекла всех вот этих вот людей, которые могли расти своих детей, развивать страну, науку, промышленность, производство, торговлю. Она их уничтожила. В годы сталинского террора. Посмертно реабилитированного. Забыть и простить. Кого пожалела эта советская власть? Продолжение следует... Продолжение следует... И не видно конца края. Весь лес такой. А вот эти люди простили то, что у них отняли жизнь? Товарищ Сталин прощен этими людьми? Вот что сделал, мог сделать плохого полковник, преподаватель офицерской полиарийской школы, редактор журнала армии и флота? Что там у России? Всего два друга? Или кто там? Армия и флот? Вот как Россия поступает с представителями армии и флота. Как думаете, изменилось что-нибудь за последние почти сто лет? Посмотрите, сколько здесь покоится загубленных людей. А расстреливали их, наверное, патриоты. Ага, прям настоящие такие патриоты. И вот этих людей расстреляли верные ленинцы, сталинцы, ворошиловские стрелки или кто там? Настоящие патриоты советской власти. Все вот это их рук дело. Вот она память о делах патриотов, служащих преступной идеологии. Идеология. От Санкт-Петербургского общества Мемориал. Кем сегодня признан Мемориал? Как думаешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Мы же освободители Всю историю всех освобождаем Правила, видимо, от жизни освобождаем Наверное, то лучшее, что может у нас получаться Это видимо напоминание потомкам о том, как советская власть развивала энергетику в стране Энергетикам, жертвам политических репрессий Посмотрим Как тщательно развивали энергетику Как говорится Не поглодая рук, развивали энергетику Не забывая Искать и уничтожать Так называемых врагов Советской власти А спустя десятилетия сказать Ну, извините, так получилось Ну, чё ж не бывает, да? Ну, как же Всякое бывает Продолжение следует... Развивали В советской стране не только энергетику Духовную жизнь, видите, тоже развивали Тщательней, тщательней, говорит, надо развивать Кто сказал, что все это враги народа Специально для вас Без вины убиенным жертвам репрессии Еще раз Без вины убиенным жертвам репрессии Третий раз считать не надо? Все запомнили? Все это могли быть счастливые, радостные жизни Могли растить своих детей, внуков Ну что, спасибо советской власти За все эти чудеса Это преступная власть Которая так и не ответила Ни за какие свои преступления Ни за какие Поэтому живем мы все в стране Невыученных уроков И один урок В наше время Мы наблюдаем Очень надеюсь, что он закончится Тем, что страна Выучит То, что пропустила В свое время Продолжение следует... Никитина Надежды Не помню, 26 лет 33 года Анна Кому помешали их жизни Думаете, в наше время Меньше желающих Искать и уничтожать врагов народа? Я более чем уверен, что даже Часть из тех, кто смотрит это видео Чешет руки и жаждет Жаждет С криками и воплями Можем повторить Да? Обойти все и всех Запечатлеть здесь невозможно Просто физически Да и холодно еще здесь Еще лежит снег В городе снега нет Дорожки убраны, но Там, где Все эти таблички Семенами Везде снег И очень холодно Продолжение следует... Продолжение следует... Для желающих С хэштегом можем повторить Да? Да? Итальянцы, антифашисты Которые мигрировали в Россию В надежде спастись Их тоже расстреляли Ну а чё ж Патронов было много Патриотов ещё больше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok